Книга «Открытым оком», 16-й том, тема «Потеряевка», вопрос 3032. «Все ли приезжающие в Потеряевку там оказались именно по религиозному убеждению?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не без того, хотя некоторые это и не ставят на первое место. «На путь к вере вывел меня Господь, но не без моего участия, а происходило все так. Все началось со зрелого возраста, хотя и в детстве, и в юношнице было какое-то стремление к нравственности по мере возрастного периода. Очень ярко усилилось все тогда, когда я познакомился с Галей. Мы очень часто с ней разговаривали на эту тему, нам даже нравилось разговаривать. После свадьбы старались придерживаться этой линии в жизни. Помню, как друзьям прислали или они где-то достали Библию. Жена друга мне ее показала, но в руки не дала. А так показала как бы со стороны. У меня эта книга вызвала такой интерес и трепет, что этот момент запомнил до сего дня. Ведь это Бог послал нам письмо. В свободное время я размышлял о том, что есть смысл в жизни. Неужели человек сотворен для того, чтобы есть, пить, курить, материться и все? Прожил их землю? Ужасно! Просто жуть! Мне от этого стало не по себе. Не хочу, а если не так, то как по-другому? И как же к церкви говорит, что есть ад и рай? И если есть ад, то он какой? А если есть рай, то он какой? Вся моя внутренность просто кричала. Не хочу, в ад, не хочу! Появилось желание покреститься, ведь все же крестятся и нам надо. Местный батюшка после крещения сказал, что мы теперь христиане и должны жить по-христиански. И все. А как жить-то? Нигу-гу, догадайся сам. Мне эти слова запали глубоко в сердце, и я стал искать по книгам. Как это жить по-христиански? Помню, как сейчас, как Галя пошла в магазин, а оттуда прибежала радостная. Она купила Библию. Мы тут же собрали денег, купили еще две бабины или моей маме, а другую бабе Вале, Галиной маме. Вот от чтения этой книги, от чтения этой Библии мне открылся сам Бог. Считаю, что этому способствовал мой личный поддельный истинный интерес. Потом были встречи с бактистами на стадионе, со свидетелями Еговым, с азментистами седьмого дня. Но все это было не то, потому что я был вне церкви. От встречи с протестантами у меня осталось очень негативное отношение к московской патриархии, как идолопоклонникам. Хотя я там и крестился. Все это происходило на фоне экономических перемен в СССР. Взвесився за и против, мы решили с Галей переехать жить в Россию. Ну куда? Я ездил и в Новосибирскую область, и в Кемеровскую. У меня был диплом продавщика пятого разряда. Наш путь в Новонепольское проходил через город Заринск. И вот когда мы там сошли в два часа ночи и ждали до шести утра автобус, чтобы дальше ехать, этого москвича, куда мы ехали на жительство, сожгли. Я подался к Павлу Ивановичу Скрипачеву, а база у них была в силе травная, но его работники далеко желали быть лучшим. Но мой бог не оставил меня, не оставлял меня и там. Я как мог там проповедовал, считая, что это меня сильно поддерживало духовно, что тяжкое для меня гребя. Там с Сыропятого я узнал, что в Мамонтовском районе есть еще такая же деревня, и ее отстраивают папы, но значения этому я не придал. Зимовать мы уехали в Караганду, у меня там родился второй ребенок Катя. В Караганду приезжал Скрипачев, у нас с ним завязалась коммерческая совместная деятельность, от которой у меня пропало желание ехать в село Сыропятого и продолжать там какие-то совместные дела. Когда мы сидели дома и держали семейный совет, мы жили у тести с тещей. Как дальше нам жить? В этот самый момент тесть пришел с работы и принес газету «Аргументы и факты», где было подробное объявление о строительстве поселка Потеряевка Мамонтовского района. Для нас это было чудо. Господь нас не оставляет. Слава ему! Так он нам указал путь в Потеряевку. Потом была встреча с Игнатием Тихоновичем. Я побыла на занятиях в университете, и мне все понравилось. Во всем был четкий, ясный смысл и какая-то внутренняя твердость и уверенность, и спокойствие. Побывав в Потеряевке, все очень понравилось. Сейчас я живу в Потеряевке, у меня семеро детей. Я очень рад, что мое огромное желание жить с единоверцами было. Я очень благодарен Господу за его любовь ко мне, грешному. Слава ему! Глушков Игорь Валентинович. Телефон 8-213-29-381. Второзаконие 17, стихи 14-15. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, «Поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собою царя, которого изберет Господь Бог твой, и среды братьев твоих поставь над собою царя». Не можешь поставить над собою царем иноземца, который не брать тебе. Филиппийцам 4-4. «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь». Первое понятие о Боге, о Божьем наказании, о страшном суде мы получили от мамы Марии Егоровны, от бабушки Устини по маминой линии, а самое настоящее понятие о Евангелии получили от брата Игнатия. Когда он уверовал по Евангелию, приехал домой весной в 1963 году, мне было уже 10 лет. Тогда впервые в нашем доме появилась Евангелие, напечатанная крупным шрифтом, который он привез из Латвии. Как мы тогда читали его и плакали, даже отец наш Тихон научился читать Евангелие. Сколько было сказано о Христе, помню, как он мне читал стихи про Христа и пел. Был у Христа младенца сад. Хотя мы и родились в старообрядческой беспоповской семье, но впервые подробно о Христе мы узнали именно через брата Игнатия. Таких ярких и трогательных проникновенных проповедей, конечно, я не слыхала больше нигде. Это дар Божий. Мы часто, сидя дома, рассуждали и благодарили Бога за то, что мы родились именно в православных семьях, а не в мусульманских, буддистских. Поэтому всегда помним слова апостола Павла, еврея 13,7. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Слава Богу за всем. А ему, рабу твоему Игнатию, дай, Господи, здоровье, не лиши его разума и продли ему жизнь. Теперь мы решили снова вернуться в потеряйку. Ас, многогрешная раба Божия Валентина Тихоновна Устинова, Лапкина, 9 февраля 2006 года. Почтовый индекс 630-068, город Новосибирск, улица Керченская, 63, 5-3-19. Хоть лица твои будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо в прах ты и в прах возвратишься. 1 Петра 2, 25. Ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Не будьте лицемером, так легко сказать, а выполнить удастся единицам. Так хочется подкраситься и увеличить зад не только сексапильным и артистам. Как ника глубже в обществе святых, последних дней или давно забытых, такие выпрут позади хвосты и рожи ряженых, упитанных и сытых. Плошное лицемерство, лицедейство, не где-то в храмах и полторям, конечно, если себя прочистим честно. Любому ясно, что говорю не зря. При входе в храм так истовы поклоны. Пред выборами гнутся депутаты и расшаркивается на арене клоун. За полминуты поменяет статус страна, империя и лжи, лицемерия. Уж сколько раз тебя, Калину, снимали, то Ленин, Сталин, то очкастый Берия. Уроков тех по-прежнему нам мало. Такие вляпались лихие авантюры и разбазарили тела и души даром. А лицемерили заочно и в натуре, сжирали молодых и даже самых старых. Не поперкнулись и союз глотнули, разверзлись адские бездонные глубины. Усаживали явно между стульев со всеми урками правители едины. В посте и в милостине, так же, как в молитве, раздолили цемером и монахом. Такую черноту развесили по лицам. Руками разведешь, предсмертно будешь ахать. О, совесть, пробудись и разберись, где жизнь. Без лицемерия совсем же все не так. Фанфары, праздники, где явный эпикрист. И сотни благодетелей дадут один пятак. 3 марта 2006 года. Игнатий Лапкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова